Что касается минерального питания на томатах, до этого этапа, как я уже сказал, нитрат кальция порядка 100 кг на гектар, уже плоды примерно вот такого размера на первой кисти, по обеспечению фосфора это моноаммонифосфат порядка 150 кг на гектар. И вот в данной фазе, вообще только селитра кормят, это абсолютно неправильный подход к питанию томатов, ну и другие культуры только селитру дают, но это совершенно неправильно. Как я уже сказал, кальций, фосфор, на этом этапе немножко можно дать аммиоечные селитры для того, чтобы увеличить вегетативную массу, листовую поверхность, но когда начнется уже ближе к созреванию первой кисти, то есть именно плодообразование, вызревание, то у вас в питании должен преобладать калий, потому что калий будет влиять и на урожайность, и что самое главное, на качество ваших плодов и вкусовые качества, цвет. Для того, чтобы лёжкость была хорошая, обязательно должен присутствовать в питании кальций, то есть нитрат кальция в питании должен быть. Для того, чтобы вегетативная масса была хорошая, никакого хлороза в питании должен присутствовать и сульфат магния. Сульфат магния на томатах, потому что он выгоднее получается, чем нитрат магния, а так можно и нитраты использовать. И, конечно же, микроэлементы должны в полном объёме быть. Это, конечно же, железо, медь, бор. Бор влияет, сами знаете, на именно пыльцу, на полноценное цветение, зависть. И бор влияет на отток сахаров в плоды, за счёт чего вкусовые качества вашей продукции тоже будут выше. Поэтому давайте удобрения правильно, в нужных дозировках, и тогда вы будете с богатым урожаем, отличного качества. И, конечно же, как я говорю, кто даёт очень много селитры, то потом начинаются различные болезни. Плоды содержат завышенные концентрации нитратов, это очень плохо, да. Фактически они становятся ядовитыми. Растения неустойчивы становятся к болезням, грибковым, вирусным, бактериальным. Также растения становятся сами по себе слабые. Плоды долго не хранятся. Плоды имеют не очень хороший товарный вид. То есть очень много минусов, если будете давать одну селитру. Питание вообще должно быть сбалансировано. И в момент плодоношения, созревания плодов, у вас калий должен в питании преобладать.